Доброе утро, дорогие коллеги, дорогие уважаемые доктора. Рада приветствовать вас на 10-й международной московской конференции. Представлюсь. Я заведующая кафедрой Ереванского государственного медицинского университета имени Махитара Герации. Это профессор Симонян. Очень жалею, что не смогла очно посетить конференцию. Наш университет находится в столице Армении, в нашем розовом городе Ереване, которому в этом году исполнилось 2708 лет. Приглашаю всех вас посетить наш розовый красивый город. Уважаемые доктора, сегодня я хочу обсудить с вами тему периода новорожденности витамина К, дефицитных коагулопатий. Итак, гемостаз человека является одной из уникальных биологических систем, которая позволяет крови оставаться в жидком состоянии в физиологических условиях и моментально реагирует на повреждения сосудистой стенки с образованием сгустка тромба. Напомню вам, что система свертывания крови формируется и созревает в период эмбриогенеза и раннего онтогенеза. Все время, видоизменяясь, она стремится достигнуть эффективной системы гемостаза взрослого человека. Но к моменту рождения ребенка, так же, как и все остальные системы новорожденного, все еще не совершенна. Гемостаз – динамическая система, на равновесие в которой воздействуют процессы становления и развития нервной и эндокринной систем, физиологические возможности компенсаторных и приспособительных реакций. Именно поэтому система гемостаза у новорожденных оказывается наиболее лябильной. Образно говоря, так же, как Одиссею и Агронавтам, для того, чтобы выжить, надо было проплыть через узкий пролив между Сцилой и Горибтой, так и новорожденному в первые часы и дни жизни необходимо лавировать между риском тромбозов и риском геморрагии. Наиболее частой причиной тромбогеморрагических нарушений в раннем детском возрасте являются витамин К-дефицитные состояния. Геморрагическая болезнь новорожденных, а правильнее говорить витамин К-дефицитная коагулопатия, это врожденное или приобретенное заболевание, которое проявляется повышенной кровоточивостью у новорожденных и детей грудного возраста. Вследствие недостаточности факторов свертывания крови 2-го, 7-го, 9-го и 10-го, активность которых зависит от витамина К. Давно уже установлено, что витамин К очень плохо проникает через плаценту и уровень его в поповиной крови намного ниже, чем у матери. При этом нередко рождаются дети с нулевым уровнем этого витамина. В этом случае мы видим клинику ранней геморрагической болезни, которая начинается уже внутриутробно и характеризуется и фалогематомами, гиперрагиями, внутричерепными кровоизлияниями, кровоизлияниями в органы брюшной полости, миленой и даже бывают кровотечения из легких. Ранняя форма проявляется в первые 24 часа жизни младенца. Частой причиной ее является прием матерью препараторами, которые нарушают метаболизм витамина К, нестероиды, гормоны, антикоагулянты и антибиотики. Классическая форма геморрагической болезни новорожденных проявляется на второй-седьмой день жизни, причина – отсутствие профилактики витамина К или же недостаточное вскармливание. Она проявляется миленой, гематомезисом, петахиальной сыпью на коже, кровоточивостью из различных органов, а также кефалогематомой. Поздняя форма геморрагической болезни проявляется со второго-двенадцатого недельного возраста до шести месяцев. Причина – нарушение всасывания витамина К, что может быть связано с такими заболеваниями, как муковисцидоз, малоабсорбция, гепатит, фолистаз, дефицит, альфа-1, антитрипсина. Для поздней формы не характерны милена и гематомезис. Причем в 50-70% случаев наблюдаются внутричерепные кровоизлияния и обширные экхимозы. Позвольте напомнить вам, что витамин К является жирорастворимым витамином. И в природе он встречается, по крайней мере, в трех видах. Витамин К1, который поступает в организм из листовой зелени, овощей, растительных масел и молочных продуктов. К2, который производится бактериями толстого кишечника. И К3, менодион, который является синтетической формой витамина К. Патогенез. В условиях недостатка витамина К в печени ребенка синтезируются неактивные 2, 7, 9 и 10 факторы свертывания крови, которые не способны связывать ионы кальция и, соответственно, полноценно участвовать в свертывании крови. Далее, как я уже говорила, витамин К плохо проникает трансплацентарно. И поэтому организм ребенка не может иметь запасы этого витамина. Микрофлора кишечника новорожденного, которая должна синтезировать витамин К2, как известно, еще полностью не развита и не в состоянии также синтезировать витамин К в достаточном количестве. К тому же, так как витамин К жирорастворимый, для его всасывания нужны соли желчных кислот, которые у новорожденных вырабатываются в 6 раз меньше, чем у взрослых. Далее, витамин К-зависимые факторы имеют короткий период полураспада, и концентрация их довольно-таки низкая, составляет всего лишь 30-60%. Таким образом, их концентрация постепенно увеличивается до 6-недельного возраста. Таким образом, источник витамина К у новорожденных – это его экзогенное поступление, то есть грудное молоко, адаптированная смесь или лекарственный препарат. Однако отмечу, что в грудном молоке содержится 1-10 микрограмм на литр витамина К, в адаптированной смеси 50 микрограмм на литр, а суточная потребность этого витамина составляет 120 микрограмм. Итак, учитывая физиологические особенности метаболизма витамина К, а также учитывая особенности факторов свертываемость крови новорожденного, можно утверждать, что новорожденные склонны к витаминам К, зависимым к аглопоте, и без профилактики витамина К невозможно предотвратить заболевание, особенно когда ребёнок находится исключительно на грудном вскармливании. Факторы риска со стороны матери – это гистозы, преэклампсия, эклампсия беременной женщины, а также приём антикоагулянтов, нестероидов, антибиотиков, особенно в третьем преместре беременности. Учитывается также изонамнеза матери, заболевания её кишечника и печени. Со стороны ребёнка – недоношенность, незрелость, внутриутробные инфекции, хроническая гипоксия плода, асфиксия, родовые травмы, задержка внутриутробного развития, заболевания, которые унитают синтез и всасывание витамина К в кишечнике, такие, как, например, муковисцидоз, синдром короткой кишки, холестаз, диарея. Также к факторам риска относится антибактериальная длительная терапия, которая укритает микрофлору кишечника, и тормозит синтез и всасывание витамина К, длительное парентеральное питание в условиях неадекватного снабжения витамина К и отсутствие профилактического приёма сразу же после рождения. Клиническая картина заболевания характеризуется спонтанным микровотечением и различных систем органов. Со стороны желудочно-кишечного тракта это милена и гематомезис, лёгочные и носовые кровотечения, кожные кровоизлияния, кровотечения из пупочной ранки, кровотечения из мест инвазии, кровоизлияние во внутренние органы и надпочечники, а при наличии трав, кефалогематомы, увеличению её размера. На слайде вы видите проявление классической формы геморрагической болезни. Это милена, геморрагия, носовые и пупочные кровотечения. А в этом слайде вы уже видите проявление поздней формы геморрагической болезни. И хочу также отметить, что за несколько недель до появления внутричерепного кровоизлияния, а для этой формы как раз характерны кровоизлияния, а не милена и гематомезис, более чем у одной трети новорожденных наблюдаются обширные эпхемозы, которые вы видите на слайде. При подозрении на геморрагическую болезнь новорожденных необходимо провести следующие исследования. Рутинный общий анализ крови с определением тромбоцитов, каагулограмму, нейросинографию и УЗИ внутренних органов. Для геморрагической болезни новорожденных характерно удлинение протромбинового времени в 4 и более раз и снижение, конечно же, протромбинового индекса. Удлинение активированного частичного тромбопластинового времени на фоне нормального тромбинового времени и нормального уровня фибриногена и нормального количества тромбоцитов. Пожалуйста, возьмите на заметку. Запомните, что для геморрагической болезни новорожденного характерно удлинение протромбинового времени, а тромбоциты и фибриноген находятся на нормальном уровне. Диагноз подтверждается нормализацией протромбинового времени и прекращением кровотечения после введения витамина К. Дивдиагностику проводят в первую очередь синдромом, заглотанный ребенком материнской крови. Хочу вам отметить, подсказать, что из микротрещин, поврежденных сосков матери ребенок может высосать кровь во время кормления. И особенно это часто бывает у первородящих матерей. Для диагностики проводят очень простой и быстрый тест, который называется тестом аптодаунера. Для этого кровавые рвотные массы или же кал с кровью, милену, разбавляют водой до получения раствора розового оттенка. Затем центрифугируют. Берут 4 мл надсадочной жидкости, смешивают ее с 1 мл 1% раствора натрия бикарбонака и через 2 минуты оценивают пробу, тест. Если раствор становится коричневым, то это значит, что в растворе имеется гемоглобин А, свойственный материнской крови. А если раствор сохраняет свой розовый цвет, это свидетельствует о наличии гемоглобина ребенка, щелочной резистентной фетальной гемоглобины. Ну и, конечно же, диагностику проводят с рожденными коагулопатиями, тромбоцитопениями и тромбоцитопатиями, ДВС-синдромом, с травмами, эрозиями, с сосудистыми малоформациями, а также заболеваниями, которые способствуют подавлению синтеза витамина К-зависимых факторов, таких заболеваний, как, например, сепсис, внутриутробные инфекции, кровотечение вследствие родовой травмы и так далее. В педиатрической практике витамин К назначается всем доношенным с профилактической целью уже в роддоме в течение первых четырех часов жизни путем внутримежмышечного введения в дозе 1 мг, то есть 0,1 мл. Недоношенным, всем новорожденным, которые родились массой тела 1,5 кг ниже, препарат вводится в половинной дозе. Также в течение первых четырех часов жизни в дозе 0,5 мг, то есть 0,05 мл. Вторую дозу назначают всем детям, тем детям, как доношенным, так и недоношенным, которые в период новорожденности прошли через интенсивную терапию и реанимационные отделения. В этом случае в четырехнедельном возрасте они уже получают оральную двойную дозу, то есть 2 мг, то есть 0,2 мл. Если же ребенок поступил в стационар в отделение патологии новорожденных, то лечение проводится также или внутримышечным введением витамина К в дозе 1 мг, то есть 0,1 мл, или же можно его вводить внутри вена. Основная цель лечения – это остановка кровоточивости, кровотечения. Если же обширное выраженное кровотечение у ребенка отмечается, которое может сопровождаться гиповолимическим или геморрагическим шоком, тогда мы вводим свежезамороженную плазму из расчета 10-15 мл на килограмм веса. Дальнейшее лечение уже основывается на клинических и лабораторных данных. Хочу особо отметить, что применение векасола, то есть синтетического аналога витамина К, минодиона, с целью лечения и профилактики, нецелесообразно применять, поскольку его действие начинается через 8-24 часа, а векасол оказывает выраженное токсическое действие, и продолжительность лечения векасола составляет 3 дня. Токсическое действие векасола связано с гемолизом фитального гемоглобина и образованием медгемоглобина. Вот почему его длительное воздействие не рекомендуется. Прогноз. Обычно прогнозы благоприятны при отсутствии легочного кровотечения и внутричерепных травоизлияния. При наличии же внутричерепных кровоизлияния прогноз зависит от локализации и размера кровоизлияния. Обобщая тему, мы можем утверждать, что витамин К является важнейшим элементом в системе свертывания крови новорожденного ребенка. И профдозу нужно проводить всем новорожденным, как доношенным, так и недоношенным. Как назначается витамин К? Самый надежный и легкий способ введения витамина К – это однократная внутримышечная инъекция в течение четырех часов после рождения в роддоме, которое защитит ребенка от развития кровоточивости. Показан ли витамин К всем детям? Да, мы можем утверждать, что он показан как доношенным, так и недоношенным. Имеет ли витамин К побочные эффекты? Нет. За последние десятилетия сотни стран используют витамин К в профилактических целях в период новорожденности и не зарегистрировано ни одного побочного эффекта. Об этом свидетельствуют различные научные исследования, а в тех странах, где широко используется витамин К для профилактики, это заболевание, то есть геморрагическая болезнь новорожденных очень редко встречается. И последнее. Какое состояние ребенка должно вызвать обеспокоенность врача? Если желтуха новорожденного длится более трех недель, такого ребенка нужно обязательно обследовать, потому что витамин К дефицитная коагулопатия может быть вторичной и скрываться под масками таких заболеваний, как муковисцидоз, болезни печени, внутриутробные инфекции и так далее. Вы можете также при желании ознакомиться со списком литературы по данной теме. А я благодарю вас за внимание.